добрый вечер дорогие друзья приглашаю вас прогуляться по своему садику после знойного летнего дня перед вами уже это вот гортензия демонтина тоже она у меня на штамбе величина ее соцветия просто поражает и это еще не полное раскрытие видите крепкая прямо стоячая очень начало цветения тоже я уже вам показывала вимс ред еще покажу а это демо диамантина тоже начала свое цветение лилейники украшают сейчас сад пускай они цветут только каждый цветок отдельный один день но их большое количество кое-что уже цветает у розочки ханзештат росток где-то будет она еще зацветать розочка на штамбе принц де монако тоже показывала первогодка еще масса у нее бутонов а вот это впереди такая колонна светится это розочка полька плетистая но у меня она была обрезана ведь она на себя не похоже в этом году вообще цветы помельче но при такой жаре 35 градусной 36 посмотрите она держит себя как бы держит посмотрите в кисти почти все распущены цветы один только я убрала а так все в принципе распущены цветочки у нее приятный запах но я для себя решила выращивать ее как шраб вот такой высоты не больше вот это было были обрезаны ветки а вот это одна у меня ветка за горизонтали на посмотрите по выдавала тоже она по всей длине тут побеги и уже бутоны так клематис президент продолжает радовать от гибриды начинают зацветать именно сорт этой лилии не помню но очень люблю от гибриды а это прячется тут розочка флорентина тоже она начинает отцветать уже в кистях таких огромных видите тут вообще кисть огромная но еще принципе и цветение будет продолжаться ведь и еще есть еще есть засыхает вот так вот прям засыхает вот таким сухим этим тоже тут такой красно-коричневый лилейник с флорентиной с моей она цветет снизу до верху вот такая тут у меня картина это жан как то он тоже долго цветет и засыхает на кустики тоже цветение обильное у него еще выпустил базальный побежек в прошлом году лилия флорентина совпала с цветением вот этой лилии golden сплендер трубчатой сейчас немножко лилия задержалась может быть из-за того что я ее пересадила там еще красивый лилейник видите так это розочка динки мускусный гибрид тоже она у меня попозже зацветает видите количество какое бутонов просто маленьких маленьких шариков пуговичек вот если тут будет видно вон там наверху зацветает еще один клематис апиилу клематис начинает отцветать вот так вот он цветет тоже как бы на базальных и уже второй раз зацветает розочка забы дарси бассел тоже первогодка видите а так она наросла ну и тоже будет еще радовать это синяя бакобка сиреневая питунья тайдал сильвер делается от нарядным вот такие светлые пятна гортензии крупнолистные в горшках конечно им так жарко поливаю их два раза в день но им очень жарко это еще древовидная пинка на быль а я посмотрите рядышком поставила это для меня новинка candy бебель баблгам но вот не знаю она это или она может быть кто-то узнает ли у кого-то есть ведь я думала что мне меня обманули прислали белую но это все-таки какой-то другой сорт но вот интересно все таки это candy бебель баблгам или нет вот он отличается пинка на быль а это candy бебель баблгам вимс ред тоже тоже больше начинает розоветь так вот это такие ютор за нерклости роза роза такая у меня тоже отдельное видео я снимала по ней вот целый день жары видите вот она так стоит и себя держит ну и в принципе су сухарем таким засыпать засыхает а стильбочки начинают сейчас радовать сейчас закончилась такая жара уже смеркается растения немножко отдыхают от такой жарящей которые днем розочка сали холмс мускусный гибрид посмотрите тоже она при распуске желтые тычинки так они коричневеют но она держится тоже первого дочка видите кисть первая зацвела это а стиль бы обратно так а вот розочка посмотрите зацвела тоже первого дка она в горшке видно что там она на одной ножке это розочка флорибунда кока лока целый день жару тоже выдержала это по моему уже второй или тридцать день ее цветение я ее обсыпала мне что-то показалось как мучнистая роса я поэтому золу ее но мне наверно что-то показалось вот я обсыпала вокруг все ее и все листочки видите какое количество цветов это тоже первого годочка только-только посажена интересный цвет такой сиренево-коричневый интересная такая флорибундочка американской селекции тут опять яркие яркие лилейники на фоне вот этой гортензии но я по каталогам искала мне кажется что это гортензия блаумайса именно вот этот экземпляр у меня в горшке в том году были побольше единичный вот этот цветочек был прям вот моя на три пальца вот единичный вот этот вот стерильный цветочек вот такая посмотрите какая у меня гортензия все вот эти в горшках видели розовые сортов не знаю черенковала но я уже говорила сколько раз это куст в открытом грунте и конечно очень тяжело при жаре такой вот еще не полностью тургор восстановился при жаре обклонится вот как-то тенистый вроде уголок но жара у нас 36 градусов просто гортензиям ужасно в этом уголочке припряталась у меня розочка-балеринка ну жду когда станет она повыше вот это одна гортензия которая у меня как бы замерзла под самые ну вот под самого под в сарае стояли поэтому только один цветок но он видите какой огромный вот в прошлом году были все вот такие шапки наверное с 4 моей ладони видите вот ладонь моя с 4 а то и больше ладони вот такая огромная шапка у этой гортензии ну и эти все мои гортежки вот так набрал уже цветы и скоро зацветет гортензия граффити вот прям скоро скоро посмотрите какие тоже большие это моя перечитая гортензия уже в полном распуске где-то маленькие даже начинают отцветать такая skyfall а вот посмотрите более сиреневая в открытом грунте распустила спильчатая гортензия очень милая очень тут наверно более земля кислая поэтому у нее такая серединка сиреневая еще хочу вам показать какие цветут розочки а розы еще какие-то цветут вот полным полная моей гортензии мы просили остановиться возле этой гортензии что это не бесконечное лето но вот вдруг кто-то узнает сейчас покажу еще один экземпляр в открытом грунте листочек отличается вот он такой тут более шершавый а вот у этих гортензии более глянцевые она более темнее у меня так тут все малыши практически обрезала гортензия сэр джон беджемен но вот она еще цветет видите на солнце какое жаркое держит до цветает грехом томас я вам показывала обрезку и подкормку роз и вот так уже она по они все по выпускали на второе цветение свои побежки видите это грехом томас точно также по выпускала розочка чиппиндейл именно вот я вам показывала зацветет скоро базальный побег роза мидсаммер посмотрите вся кисть абсолютно у нее распущена вот все бутоны которые были ну вот так на солнце как-то спекается но все овсяц еще цветет скоро она тут будет в окружении от гибридов уже слышен а вот тут лили golden splendor слышен аромат ну вот мидсаммер вот так цветет так это розочка последние цветы garden of roses тоже последняя кисточка у розочки мэри н вот сейчас ее цвет похож на ее цветы конечно поменьше размер чем в осеннее цветение но это уже она так gloria day цветок такой пестрый практически отцветает байлан дуа а вот это розочка первого годка специально не снимала цветочек чтобы показать это роза сюрир дюхавр посмотрите цветы небольшие у нее цветает вот так она засыхает жара жара держит дождь тоже держит она очень обильно цветущая очень вот так полу распуск вот еще одна кисточка она у меня осенняя пересадка поэтому не совсем она как бы так наросла я к ней подсадила еще первого годочку в первого год очки видите немножко другие цветочки а вот второго годка уже вот ее цвет настоящий на солнце не печется целый день она на солнце видите какая тоже цветение в кистях цветочки засыхают нужно убирать вот такой яркий уже гелиотроп гелиотроп так ну вот хочу показать вот это точно гортензия должна быть бесконечное лето вот покупала ее вот и именно вот этот кустик как бесконечное лето вот хозяева может быть мне подскажете она это или не она кто-то мне там кто-то написал в комментариях остановитесь посмотреть вот она такая при подкислении почвы может стать вот такой голубой вот кустики издали тоже это в открытом грунте растет лилии сейчас уже видите простая азиатская лилия где-то там где никому она не мешает у меня посажена ну и вот это начиная до гортезия большущая такая как там была в горшке это в открытом грунте ну тоже по моему блау майсы видите она огромнейшая у меня вот это все она полтора я думаю что ширина ну где-то метр метр тридцать сегодня такая жара некоторые ветки у нее просто свяли видите еще тургор у них не восстановился тут такая пекла такое пекло сегодня у нас но вот некоторые веточки видите восстановились вот такая красавица большой огромный куст сейчас украшают сад метелки остильбы в теньке ей тут очень нравится вот еще такая сиреневая стильбочка у меня цвет чуть-чуть сиреневее чем показывает камера самый ее сейчас расцвет и вот такая нежно-нежная еще вот так три остильбы начинается цветение уже флоксов вообще все уже украшается так еще одна крупнолистная гортензия тоже в открытом грунте тоже бедно ей жарко даже вечер но она еще свой тургор не восстановила полностью но все равно посмотрите в открытом грунте какая красотулька так сейчас я проеду вот она весь куст была хорошо укрыта сохранилась полностью так продолжает цветение розочка крокус роуз ну вот она тоже по выпускала обрезала по выпускала новые веточки это базальная веточка так это клематис монто казино начинает зацветать вильдолеон ангела последняя до цветает кисть такой лилия такая вот эту лилию покупала как махровый от гибрид экзотик сан но это какая-то азиатская что-то меня обманули это не похоже на от гибрид или просто еще только посажена ну как совсем даже не похоже так отцветает пируэт розочка плетистая но была обрезана тоже лилии от гибриды простые красные такие так это шопен или белый высоцкий огромнейшая листва тоже тут растет это за пояс вайф розочка в окружении гелиотропа посмотрите как гелиотроп раз зацвел тут а вот это еще перовские или перовские первого дачки обрезанные уже набирают бутончики последние бутоны зацветают у бенджамина бритона тоже видите обрезанный как он стремится стремится это я уже показывала вероника тоже там лилии вот гибриды сейчас просто уже начнутся лопать вот мистер пистаж лавандочка оливия роуз прям кисточка распустилась первого годочка оливия роуз посмотрите какая тоже интересная первого год к розочка имка марина тоже на полном солнце вот наверное уже второй или третий день у на вот так постепенно раскрывает свою кисть вот еще тоже она вместе с гелиотропом роза оскот вот так спеклась в серединке видите но это уже ее отцветание она молодец так вообще держалась всю жару вот так всю всю жару но серединке полностью уже поспеклись так это пиано шарики свои держит вот сколько шариков еще у роза пиано вместе будет с от гибридом но некоторые вот бутоны пау опадали почему-то на лилиях пиано красотка вот так выглядит посмотрите шалфей дубравны так принцесса александра овкент это джульетта распустилась и держит свой цветочек но тут видите мидсаммер я уже показывала мидсаммер просто чуть-чуть только спекаются цветы у роза мидсаммер большие шапки обрезала у розочки ловила коты но мидсаммер держится голден сплендер еще одна такая рыжуха не знаю всех лилий сорта перепутаны последняя кисть у розочки джуды обскьюри ну и там вся мелкота цветает тут еще меня конечно сейчас радуют петунии и гортензии начинают некоторые будут зацветать малыши из гортензии тут посмотрите роза обрезала уже показывала вам розочка была обрезала и как ромашка вступила в свои права так вот такой мой вечерний сад где все меняется все распускается розочка розочка кока лока и опять я подошла это еще только часть моего сада и опять подошла гортензии диамантина вот такая красавица спасибо вам и до свидания и и в и и Продолжение следует...